Благодарю. Здравствуйте. Моя тема сегодняшнего доклада — это фотографическое наследие Дмитрия Константиновича Свешникова на материалах его личного архива. Пожалуйста, следующий слайд. Для начала буквально несколько слов о фигуре самого художника. Дмитрий Константинович Свешников родился в 1912 году в городе Людинова. Тем не менее, это средняя полоса. Тем не менее, всю свою жизнь он прожил в городе Архангельск. На севере он оказался по долгу военной службы и всю жизнь посвятил, собственно, северу. Он член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР. Также ему в 1968 году первому было присвоено звание почетного гражданина города Наринмар за заслуги в области культуры. Наиболее известное его произведение, естественно, речь идет сейчас о живописи, о графике, наиболее известное его произведение представлено, например, в собрании Государственной Третьяковской галереи, например, полотно «Хозяин тундры» 1957 года. Также речь может идти о том, что он представлен в зарубежных коллекциях. Например, в коллекции знаменитой Дрезденской галереи находится картина «Портрет учительницы Федора Ивановны Лаптандер», сделанная в 1959 году. Также можно сказать, что живописное наследие Дмитрия Константиновича весьма широко и охватывает собой в основном тему ненецкого народа. Около 40 лет своей жизни Дмитрий Константинович ездил в творческие командировки по ненецкой тундре, это и Большеземельская тундра, Канинская тундра, остров Колгуев и так далее. И писал картины и с натуры, и в мастерской работал очень много, посвященные жизни оленеводов, быту оленеводов и многим другим аспектам. Его живописное наследие широко представлено в музеях страны, в том числе в Государственном музейном объединении «Художественная культура русского севера» весьма широко, в Наринмаре, в Кровеческом музее находится большая коллекция. И в том числе можно сказать, что он представлен в постоянных экспозициях. Что касается фотографического наследия Дмитрия Константиновича Свешникова, то надо тут заметить, что он в свои творческие командировки брал с собой камеру и снимал, как можно сказать, что для себя, но здесь я бы оговорилась. Дело в том, что его фотографии, они никогда при его жизни не публиковались, никогда не выставлялись. После его смерти также, пожалуйста, после его смерти, вот, пожалуйста, наглядно представлено, они хранились в личном архиве вот так. Это, собственно, когда не стало его вдовы, стали наследники, соответственно, разбирать его архивы, и было обнаружено большое количество пленок, свернутых в тугие, такие достаточно мотки и в достаточно не очень хорошем состоянии фотографии. Изначально мы думали, что это вот такой подсобный, подручный материал художника, который нужен ему для того, чтобы по фотографиям что-то вспоминать, что-то рисовать и так далее. Пожалуйста, можно. Но при исследовании материала выяснилось, что это не совсем так. Фотографии были сильно повреждены. Вот здесь вы видите характер повреждений фотографии. То есть вы видите трещины, вы видите пятна, какие-то где-то выцветания, где-то отлетела эмульсия, например. Ну, то есть вот такие вот достаточно характерные повреждения для фотографий, которые не очень хорошо хранятся. Пожалуйста, дальше. Да, насчет носителей. Речь в данном случае идет о пленках, и речь в данном случае идет о справа, это фотобумага. Собственно говоря, когда мы стали изучать, я как фотореставратор, я отсканировала, оцифровала некоторые, собственно говоря, фотографии, и мы обнаружили, что нет, это не подсобный материал, то есть это не какая-то техническая фотография. Это не просто фотофиксация. Мы обнаружили, что действительно эти фотографии имеют характер художественных произведений. Речь идет не только о каком-то историческом интересе, это середина XX века, речь идет не только о этнографическом интересе. Мы связались с Музеем художественного освоения Арктики, и было принято решение подготовить к экспозиции выставку. Пожалуйста. Опять же можно вот говорить, например, о важности, да, это, позже сейчас скажу про даты, приблизительно, тогда мы знали, что это приблизительно середина XX века. Здесь жанровые сценки. Дмитрий Константинович, он фотографировал, делал эти фотографии, он как бы изнутри, он очень был в контексте ненецкой культуры, несмотря на то, что он сам русский. Но ненцы его, между прочим, признавали всегда своим. Это важный такой момент, потому что мы знакомы с 60-ми именно фотографии ненецкой тундры, в основном по наследию советского известного фотографа Всеволода Тарасевича. Прошу прощения, соударение ставлю не очень правильно. Дело в том, что он был фотограф, он, да, он был профессиональный фотограф, да, он ездил в командировке, но Дмитрий Константинович, он был постоянно в контексте. Пожалуйста. Здесь мы видим, кстати, цветной слайд. Вот написано предположительно 60-й. Вот да, мы по характеру, некоторым оптическим особенностям этих фотографий, было предположено, что снималось это при помощи объектива Юпитер-8. Ну, дело в том, что, закругление этого самого угла кадра, некоторые в зоне размытия там особенности есть. И вот было предположено, что это снято было при помощи объектива Юпитер-8. Я точно знала, в какие годы Дмитрий Константинович снимал на камеру Ленинград, оснащенную Юпитером-8. И поэтому было предположено, что это, скорее всего, 60-е. Да, позднее, уже при подготовке выставки, выяснилось, были определены личности некоторых людей, которые на этих фотографиях изображены. Так как мы точно знаем, в какой год они были рождены, это... Дойдем, это не здесь. Вот. Нет, оставьте. Пусть будет. Да, я просто думала, там следующий слайд. Да, и мы точно знаем, в каком году эти люди были рождены. И там вот дети они в люльках. И поэтому мы точно датировали это 59-60 год. Важную часть наследия вообще Дмитрия Константиновича — это детский портрет. Он вообще был гением детского портрета. Можно говорить, что это касается и живописи, и графики, и фотографии. Можно сказать, вот по этим, например, двум фотографиям, они смотрятся современно. Дело в том, что с точки зрения классической портретной фотографии, справа вы видите портрет в низком ключе, это когда большую часть фотографии занимает черный цвет. А слева видите фотографию в высоком, так называемом, в высоком ключе, когда большую часть фотографии, она светлая. То есть это... Дмитрий Константинович не обучался фотографии. Он интуитивно нащупал профессиональный подход именно с точки зрения фото. Если Музей художественного освоения Арктики решит, например, вот этот материал подать впоследствии на какую-нибудь международную биеннале, я ни секунды не сомневаюсь, что эти работы будут замечены в мировом сообществе, потому что они до сих пор смотрятся актуально, и они до сих пор вызывают интерес. Вот, пожалуйста, еще блестящий пример портрета в высоком ключе. Также в его фотографическом наследии представлены динамические сцены, как вот этот бегущий с оленем ненец. Пожалуйста. Можно говорить о групповом портрете детей. Вот в люлечке девочка нашлась. Вот ее нашли. И также можно по его фотографиям, как я уже сказала, это как бы взгляд изнутри, судить о каких-то особенностях в костюме, в быте, даже вот в том, как чум ставили, как устроена жизнь в тундре. Это, на мой взгляд, это очень важно. Пожалуйста. И пару слов я хотела бы сказать о выставке. Мы готовили этот материал к 2020 году. Ну, как мы все помним, 2020 год начался у нас пандемией, год был тяжелый. Но, тем не менее, несмотря на то, что эти планы, они немного сдвинулись на конец года, тем не менее, можно дальше еще, тем не менее, была 15 ноября, открыто, в таком, открытие фактически не было, оно было такое очень закрытое, извините за факсуаром, были выставлены, помимо, около 30, всего фотографий в коллекции сейчас музея, 70 листов, отреставрированных, увеличенных, где-то по большей стороне, где-то 70 сантиметров, это, по-моему, наиболее крупные. Помимо этих фотографий были выставлены, соответственно, наброски Дмитрия Константиновича, некоторые эскизы, некоторые этюды, которые раньше также никогда не выставлялись, никогда не экспонировались. Это все материалы личного архива. Пожалуйста. Было, значит, открытие выставки. Выставку после этого несколько раз продлевали, по-моему, два раза ее продлевали на месте. Здравствуйте, пожалуйста. Да, были очень теплые отзывы, и в книге отзывов, и в прессе периодической, в том числе, выставку посетило большое количество людей. И таким образом я бы хотела сделать вывод, что, во-первых, это неизвестная сторона творчества прекрасного художника, которую удалось раскрыть на материалах его личного архива. А во-вторых, что это фотографическое наследие Дмитрия Константиновича, оно помогает глубже и шире узнать, как люди в тундре жили в 60-е годы XX века. Большое спасибо за внимание. Спасибо, спасибо огромное, Елена Вадимовна. Очень современно выглядят фотографии. Да. Будут ли у нас вопросы? Так, у Натальи Мироновны. Да, я сказала, Музей художественного освоения Арктики имени Борисова, город Архангельск. Да. Это надо спрашивать, насколько я понимаю, да. Наталья Мироновна. Прошу прощения. Ну, собственно говоря, уже спросили, ответ получили, но продолжение. А где эти фотографии будут вообще в принципе храниться, как доступ они будут? Вернутся ли они в личный архив или нет? Ну, они находятся в музее, будут проводиться другие выставочные проекты, может быть, не только персональные выставки Дмитрия Константиновича, возможно, в каких-то общих выставках эти фотографии также будут задействованы. Это уже ведомство музея, то есть они отданы музею, именно вот этому художественному освоению Арктики. Ну, это Государственное музейное объединение художественной культуры Русского Севера, вот именно они, то есть это может быть не конкретно там, в музее Борисова будет еще выставка, а в каких-либо музеях данного. Ну, то есть постоянно они предвидятся, к сожалению, только так, но постоянного такого не будет. Постоянного, я думаю, нет, в постоянной экспозиции нет, но, тем не менее, в каких-то проектах это обязательно будет. Может быть, еще это будет в публикациях, вот, то есть это все. А такой немного личный вопрос, вы, видимо, родственница, фамилия совпадает. Да. Но ему очень повезло. Спасибо. Да, удачи вам в этом деле. Спасибо вам огромное. Спасибо, Анатолия Михайловна. В чате вопросов не видим. Вот по поводу дневниковых записей, я бы очень хотела их найти, но на данный момент то, что тот материал, который мной изучен, там дневниковых записей как таковых, вот, буквально нету, к сожалению. Если я когда-нибудь найду, этот материал будет опубликован. Спасибо.